В общем, видео как-то уж сильно затягивается. Наверное, придется две части сделать. Как я говорю, не специалист по машинам. То есть, никогда на них не делал обзор. Значит, смотрите. 2015 год. Это девятое поколение Civic. И модель выпускалась с 2010-го, получается, до 2015-го года. Но у нее был один рейстайл. То есть, первая модель, которую начали выпускать, она такая вот более бегемотообразная. Фары передние, другие, зад другой. Другой абсолютно салон, нету задней камеры. В общем, были недовольны пользователи. Слишком много было негативных отзывов. Ну, что, типа, стоит дорого. Особо в ней ничего и нету. Как бы абсолютно пустая машина. В общем, что переделали? Переделали фары. То есть, в 2010-м они были просто такие. В 2011-м и 2012-м. В 2013-м поменяли чуть-чуть дизайн. То есть, сделали другие фары. Они стали вот с такими вот выпуклостями. Поменяли решетку. То есть, там была просто обычная решетка. Здесь добавили вот этот вот хром. Добавили снизу. Вон тот хром. Тоже в 2010-м его не было. То есть, внешне машина стала выглядеть как бы побогаче. Похоже на старые аккорды. Вот. То есть, многие даже... Этот цивик пытаются с аккордом называть. Вот в ВКонтакте я даже вложил фотки. И даже американцы думали, что это аккорд. Вот. Я у меня с каяком выкладывал. У меня закреплен. То же самое поменяли все сзади. Задние фары полностью изменили. То есть, здесь они были в 2012-м году вообще. Стремные. Сделали очень классные фары. Тоже все прикольно выглядит. То же самое добавили вот этот хром. То есть, зад полностью переделали. Вот здесь поставили камеру. И переделали немного, в общем-то, салон. Ну, особо там, как смотреть, нечего. Значит, в принципе, по внешности все. Нечего здесь рассказывать. С зеркалами грилл автоматически. Но складываются вручную. Колеса обычные стальные 15 дюймов. Резина, я не знаю, такая идет с завода или нет. Но я такую, честно говоря, никогда не видел. Снаружи, в принципе, я вам все показал. Тут рассказывать нечего. То есть, все видно на глаз. Машина выглядит не супер там как-то броско. Но в то же время никак не убого. То есть, достаточно она красивая. Тем более, у нее есть большой выбор цветов. Есть синяя, есть белая. То есть, есть красная. Естественно, по-моему, две серебристых есть. Темно-серебристая и светло-серебристая. Вот эта вот штука, это дополнительная графика. Вот она в этом почему-то не указана. Но она отдельно стоит на Хонде 200 долларов. Когда заказываете, можно поставить. Вот. Ее редко. Ну, я на машинах редко ее вижу. Вот они, видимо, то, что она Хондовская, ну, поставили. Значит, внутри. Значит, двери. По сравнению вот с моей машиной, они легче. Я не знаю почему. То есть, легче чувствуется сама дверь. Как-то легче. Но в то же время она, видите. То есть, нету какой-то супер там плавности. То есть, все обычно. Вот. Ну, бюджетный класс. Внутри сама вот это вот, что удивительно. В такой вот дешевенькой машине вот это вот идет мягко. Я уже давно такую не видел. У меня в машине нигде вот такого мягкого нет. Ну, то есть, у меня такая пластмасса тоже более-менее не самая супер дешевая. Вот. Но вот это вот добавили в 2013 году. То есть, с 2010 до 2012 в дорестайле. Этого не было. Вот. Здесь сделали мягкое. И вот здесь вот добавили мягкое. Вот это вот все уже твердое. Вот мягкое. Вот это мягкое. Вот. Здесь все, в принципе, сделано как бы не броско. Оно все нормально. То есть, вот здесь вот мягкое под локоть. Здесь как бы ткань. Здесь управление стеклами задними, передними. Замок стекол. То есть, чтобы пассажиры не баловались. Центральный замок. То есть, все двери замкнуть, отомкнуть. Управление зеркалами. То есть, настройка зеркал. Вода выключается левая, правая. Или выключена, чтобы случайно не отрегулировал. И здесь вот, как маленький такой отсек. Ну, то есть, обычно во всех машинах, все их используют для мусора. То есть, туда кидаешь, там, если что-то ешь за рулем. Или там, в общем, мусор всякий кидаешь. А потом его просто выбрасываешь оттуда. Здесь динамик идет. Здесь для мелочи. Вот такой вот кармашек. То есть, у него никакой дверцы нету. Но, то есть, вот, к примеру, туда положил монеты. Это, если кто-то там едет, а где-то надо заплатить, там, за что-то, за парковку. Там, квотеры можно держать. Вот здесь вот, значит, стабилизация. Давайте сразу сделаем за виду. И вот, смотрите, клюш. То есть, никаких чудес. Такой вот маленький. Ну, ничего красивого. То есть, обычно здесь сирена. Открывание багажника. И отомкнуть, замкнуть. Заводится с ключа. Но, в более богатых комплектациях уже здесь стоит кнопка. То есть, не надо заводить ключом. Просто нажимаешь кнопку. Значит, отключается стабилизация. То есть, включается, отключается. Вот. Вон она, видите, загорается. Здесь могут стоять, значит, кнопки управления люком, я так понял. Здесь люка нету тоже в этой комплектации. В других может быть люк. И я не помню, что-то еще здесь может быть. Так, экономичный режим. Вот, значит, самый интересный экономичный режим. По сути дела, он ничего не делает. Кроме того, что изменяется поведение педали газа. То есть, педаль газа, так же, как и руль. Здесь электрический. То есть, это не гидравлика. Это очень обалденно. То есть, электромотор управляется, естественно, компьютером. И когда вы включаете экономичный режим, вот он у меня сейчас включен, вот там вот загорается. Включил. Выключил. Вот. Загорается. Вот тут зелененький лепесточек. Значит, когда он включился, изменяется поведение педали газа. И она просто... Машина работает точно так же. Но просто, чтобы больше дать газу, вам надо больше ее надавливать. Если вы его отпускаете, то вы чуть-чуть надавили, она уже летит. Вот. Ну, в общем, управление здесь этими вентиляторами. Здесь все, в общем, понятно. То есть, включить-выключить и направление. Это так же, как и у всех даже самых старых машинах. Значит, последний абсолютно год выпуска вот этого дизайна приборной панели. То есть, вот эта вот пять лет она была такая. И сейчас в новых цивиках они опять вернулись к классической компоновке. Вот. То есть, будет один экран здесь. Здесь, наподобие того, как у меня здесь. Здесь, в общем, экран, приборная панель. Очень мне понравилось. Я не знаю. Все очень круто. То есть, здесь, ну, понятно. Бензин. Скорость. Здесь расход. Сразу вам показывает динамический расход. То есть, сколько вы тратите в настоящий момент. То есть, здесь от нуля он до 70 миль на галлон. Дальше здесь вот музыка. Расход топлива показывает. То есть, вот сейчас 32,8. Это я проехал 37 миль. Вчера заправлялся средним бензином. 33 это получается... 33 это 7,1 литр. То есть, вот видите сами. На Глашу я проехал 40 миль. Средний расход за это время получился 7 литров. Я ездил как и по городу, так и по фриве. И... Бензин средний. То есть, это еще не самый дорогой. И здесь же мы можем смотреть просто пустой экран. Потом часы. То же самое. Цвет можно выбирать в настройках. Здесь музыка. Вот пока она выключена. Если она включена, будет вот что-то типа вот такого. И там вот можно, ну, где музыка, можно выбирать эти самые. То есть, разные варианты радио. Когда вы включите Bluetooth, у вас здесь появится еще знак Bluetooth. А когда вы вставите диск, еще диск появится. Когда подключите, что так, входы, еще вход появится. То есть, здесь только то, что доступно в настоящий момент. Чтобы вы не включали, то чего нет. Вот. Ну и все. И здесь же в этом же меню. В этом же меню идет бортовой компьютер. Здесь тоже все самое. Информация машины, сброс, в общем, метража. Тут есть два счетчика метражей. То есть, вы можете там, к примеру, считать, сколько вы на машине проехали. И сколько вы едете в конкретную поездку. Можете там сбрасывать каждую заправку, часы. И, в общем, меняются настройки. Дизайн, в общем, и все вот это вот прочее. То есть, вот такая вот простенькая менюшка. Вот здесь как бы все то же самое. Спидометр, вернее, спидометр у нас там. Тахометр здесь показывает обороты. Здесь же показывает тормоза, открытые двери, багажник. Там свет. Поворотники у нас там. Вот. Включен свет. Включен дальний. Вот он мигает. В общем, никаких чудес. Все. Вот здесь вот регулируется яркость. То есть, можно делать ярче. Вот сейчас я поставил на максимум. То есть, супер ярко стало. Вот. И, естественно, здесь тоже все подсвечивается. Когда свет включен, вот это вот все светится. А когда вы уменьшаете яркость, здесь выключается. Вот. Значит, система в базовой комплектации идет такая. То есть, естественно, в более дорогих. Здесь вместо этого стоит здоровый экран. Этого ничего нет. И здесь тоже будет все по-другому. То есть, здесь все, естественно, на кнопочках. Но здесь все не автоматика. То есть, вам надо регулировать вручную. А там у вас как бы автоматически будет климат-контроль. Так же, как у меня будет температура. Вот. Показывается. То есть, здесь все это есть. Просто в этой комплектации нет. Здесь, ну, это, понятно, аварийка. Это тоже самое на стройке. Здесь для очков, там, для чего-то. Скорее всего, очки сюда удобно ложить. Вот. Вход 3,5 мм. Вход 12 вольт. Здесь с резиновым днищем. Ну, просто такая вот местность. Например, вот удобно сюда вот так телефон поставить. Вот. Он будет так стоять. Потому что там резина с такими вот выступами. Вот так вот удобно. То есть, поставил и смотришь там, к примеру, YouTube в дороге. Вот. Здесь, ну, коробка передач. Самая обычная. Никаких чудес. Два подстаканника тут. Вот. С такими вот упорами держит. Вот эта вот штука открывается. Там тоже мягкое дно. Здесь все что угодно можно хранить. Плюс здесь USB. Когда он вам не нужен, чтобы он не мешался. Вот здесь для него специальное место. Вот. Туда он прячется. Вот так вот. Размеры, я вам говорил, регулируется. Без всякого ничего не надо нажимать. Просто ездит туда-сюда. Здесь бардачок. Видите, какой. То есть, бардачок неплавный. Вот. Это тоже, как бы, не очень хорошо. Но сделано все в салоне для базовой комплектации. Достаточно красиво. То есть, здесь видите даже как. А вот это мягкое сделано. Ну, а это, естественно, фейк. Ну, выглядит так со стороны вроде как кожа с прошивкой. Но это просто из мягкой резины изготовлено. В общем, там никаких чудес. Сзади тоже никаких чудес. Здесь обычные зеркала. В дорогих комплектациях здесь будет еще подсветка. Здесь тоже, как бы, свет никаких чудес нет. Тут, наверное, микрофон встроен. Для телефона. И на руле. Здесь, значит, управление музыкой. На ходу вы регулируете громкость. Переключаете песни. Причем, управляет он всем. Контактом, например, управляет. То есть, я пробовал. Музыка в контакте. Через Bluetooth подключаете. Вот эти кнопки переключают. Это вызывает, меняет, в общем-то, режимы экранов. Вот. Здесь вызывается меню. Я вам его показывал. Здесь управление телефоном. То есть, телефон у вас через Bluetooth подключен. Кто-то позвонил. Нажали. Все работает. Круйз-контроль. То же самое. Очень удобно сделано уже в виде джойстика. Ну, образно говоря. То есть, у меня вот по-другому. Просто кнопки налеплены. Вот это мне управление больше нравится. То есть, больше-меньше скорость. Ну, и, естественно, установить, сбросить или продолжить. Если вы пользуетесь газом. Здесь основной ключ-контроль. Управление дворниками. Управление светом. Плюс в дорогих комплектациях здесь стоит только задняя камера. То есть, вот смотрите. Включается задняя камера с разметкой. В дорогих комплектациях стоит камера еще там на зеркале. И вот здесь, ну, если вы включаете правый поворотник, у вас автоматически включается на экран та камера. И, то есть, поворотник включили, камера включилась. Вот она вам сразу будет показывать. Так же, как задняя включается при задней передаче. А вручную здесь есть кнопка на дорогих. Нажимаете эту кнопку, и у вас включается туда камера. Вот, в принципе, все. Ничего здесь больше такого нету. Сиденья, все ручные регулировки. То есть, вверх-вниз регулируется наклон спины. И ездит вперед-назад. Руль регулируется угол наклона и длина ближе и дальше. Вот. И здесь бензобак и багажник. То есть, можно замкнуть. То есть, если вы там даете машину на парковку или куда-то, чтобы у вас не украли ни бензин, ни из багажника, ничего. Багажник, как я вам говорил, вот открывается с кнопки. Багажник достаточно объемный. В общем, претензий к нему никаких нет. Внутри он обшип вот таким черным ковролином. Я первый раз вообще такой вижу. Никогда не видел. Ну, по крайней мере, у меня пластиковый просто багажник. Здесь внутри типа запаски что-то. То есть, это не полноценная шина. Она не заездит, а только, чтобы до сервиса доехать. И вот такой вот набор инструментов. В принципе, все. К багажнику претензий нет. Вот там вот видно обшивки никакой нет. Видно его динамики. И когда вот это я вам уже показывал. Нажимаете вот этот рычаг. Сидения туда складываются. И можно что-то длинное класть еще туда. Вот, к багажнику как бы претензий нет. Третий стопар. Абсолютно во всех машинах в Америке. Это по правилам движения. Без трех стопарей. То есть, только с двумя ездить вообще нельзя. Обязательно должно быть три. Вот. Ну, бензобак обычный. То есть, эту ручку нажимаете вверх. Открывается багажник. Нажимаете вниз. Открывается бензобак. Вот. В принципе и все. Значит, общий, как сказать. Ну, ладно, давайте в общем сейчас поеду. Тогда уже показывать вам тест-драйв. И заодно расскажу в общем все остальное. Вот, парни, небольшое дополнение. То он сказал, что ничего дополнительного не установлено. Потому что в той бумажке ничего нет. По идее, все установки должны быть там перечислены. Они, оказывается, вот на отдельной. Оторвана она была. Здесь молдинг руля. Что такое молдинг руля? Не знаю. Вот эти что ли вставки тут. Серебристые. Да, скорее всего. Потому что я видел рули просто черные. 200 долларов. Защита дверей. 200 долларов. 4 двери. Получается по 50 долларов. Подготовка. 369 долларов. Не знаю, что туда входит. И пинстрайп. Как раз то, что он горел. Вот эта полоска. Которую я вам показывал. Вот он горел. 200 долларов стоит. Так и есть. Вот она 199. Ну, то есть, практически. Это можно считать, что как бы машина без особо каких-то установок. Ну, вот это все тут на тысячу. Вот общая цена. 21 тысяча. Вот.